Девушки отдыхают Казак даже на построение встает только после молитвы, не говоря уже о том, чтобы в шашка размахивать. Поэтому сначала помолиться Богу. Такой пример младшим подают старшие казаки. И он заразителен. И вот уже то, что близко отцам, близко их детям. Казак без веры не казак. Если у человека нет веры, то смысл его жизни. Лихо один за другим молодые всадники галопом врываются на это поле. Джигитовка когда-то для казаков была обязательным навыком. Которая в бою спасала жизни. Эти ребята потомки терских казаков. И их учат ездить верхом, когда они едва достают до стремени. По технике безопасности первую на руку одевается темляк. Накручивай темляк. Темляк одевается для того, чтобы шашка, если выскочила у тебя из рук, она осталась висеть на руки. Мальчишкам уже не терпится взяться за клинок. Но сначала их инструктируют опытные товарищи. Потомственные казаки уверены, если уж возрождать казачество, то со всеми его традициями. Ну а где это видано, чтобы казак и шашку в руках держать не умел. А это дети уже проходят полосу препятствий и учатся стрелять из лука. Натягивай. Тяни прям сильно, 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 сильно. Прицелилась. Стреляй. Молодец. Настоящий казак должен быть не только отважным, но и метким и внимательным. Этот навык отрабатывают, стреляя из пневматического пистолета. Скидки нет даже для девушек. Отвлечь детей от компьютеров и вывести на улицу решил потомственный казак Сергей Ковтун. Заодно и возродить старинные казачьи традиции. Идею оформил в проект и защитил его на форуме «Машук». С тех пор уже дважды проводил такие военно-полевые сборы. Владение с шашкой, метание ножей, стрельба из пневматических винтовок, верховая езда на лошади, тактическая подготовка, работа арабником. То есть все, что мы умеем, этому стараемся научить наших детей. Проект зашел, что называется, на ура. Детям понравилась и идея, и то, что из нее вышло. А главное, они точно знают, для чего им все это нужно. Ну, потому что солдатом хочу стать. Ну, и это первое дело, казачество. Это просто для меня, это интересно, это часть моей жизни. То есть без этого, ну, я не знаю. Она была бы какой-то односторонней, скучной. Занятие занятием, а обед по расписанию. Казаков кормят на славу. Три раза в день. В меню все самое лучшее. Еду казаки варят в таких больших баках, чтобы на всех хватило. Только в этом чане варится 50 литров шулюма. И уже, кажется, почти совсем скоро будет готово. О незнакомых прежде традициях много нового узнали. Джамиля Ибрагимова и Владимир Ходорев. Ставропольское телевидение из Нефтекумского городского округа. Самые маленькие участницы, девочки постарше, покажут, как умеют работать с обручем, лентой, скакалкой, в личной программе и групповых упражнениях. Соревнования проводятся в 11 раз и с каждым годом привлекают к себе все больше внимания. Об этом свидетельствует и количество спортсменок, приехавших в нашу столицу. 500 участниц, 40 команд групповых упражнений и 260 участниц в личной программе. С года в год количество регионов у нас возрастает, количество участников тоже возрастает. К нам стали приезжать судьи высокой категории, всероссийской, международной, что повышает статус наших соревнований. На церемонии открытия, выполнившие недавно норматив кандидатов в мастера спорта, получили свое удостоверение. Сначала показательные выступления девочки удивляли зрителей необычным видением национальных танцев. Был и настоящий балет по мотивам военной «Катюши» и другие патриотические номера. Дальше ковер уступили самым маленьким, которые соревновались в групповых упражнениях. «Самое главное, что девочки выступали с удовольствием. Вам понравилось? Вы еще будете выступать на соревнованиях? Конечно, получилось у нас не все. И тренер не может быть доволен своими гимнастками. И нам еще есть куда расти. Нам не хватает синхронности. Мы будем работать над хореографией, будем работать над прыжками и растяжкой. Так что у нас все впереди». Как и любые старты такого уровня, это не только престижные трофеи, но и бесценный соревновательный опыт. Соперницы изучают друг друга, анализируют свои ошибки, а тренеры видят, над чем надо работать в будущем. Никита Маевский, Олег Ким. Новости дня. Если у школьников еще были вопросы, кем идти работать в будущем, то сегодня один фаворит точно появился. На берегу почти 10 команд спасателей. Водолазы, кинологи, патрульные, даже горную переправу сымитировали. Под веревкой условное ущелье, но эта условность не снижает уровень ответственности. Здесь важен каждый узел или карабин, иначе спасение обернется трагедией. «Леша, выбирай! Леша, что стоишь?» «Подкрыли, подкрыли, работаем!» Но как только дело доходит до привычных водоемов, бдительность отдыхающих падает, отмечают специалисты. А зря. С начала сезона в край уже погибли трое отдыхающих. И все на необорудованных пляжах. «Вот совсем недавно в станице Баклановской утонул гражданин. Место неорганизованное, там купаться нельзя. Но, тем не менее, там не только купался этот гражданин, который утонул, но и дети, к сожалению. Мы прибыли туда, к месту происшествия, и еще продолжали купаться». Чтобы таких случаев не допустить, оказывать первую помощь учат самых маленьких на интерактивных манекенах. «Раз, два, три, четыре, пять. Вдох». Спасают тут даже четвероногие. Для смелой собаки Альвы уже хорошо отточенная команда «принеси веревку». А кому-то – настоящее спасение. «Молодец, хорошо». Выступление в этом году праздничное. На выходных госинспекции по маломерным судам исполняется 35 лет. Самым большим подарком для себя спасатели называют снижение смертности на водоемах. За последние шесть лет – с 80 до 50 человек в сезон. «Работы много. У нас в течение года 150-200 нарушений выявляем. Хотя у нас вроде воды немного, но тем не менее. Видите, 200 нарушений для края – это многовато». «Речь идет в основном о рыбаках?» «Рыбаках, отдыхающих. Гидроциклы тоже входят в нашу компетенцию». Граждане отдыхающие, соблюдайте правила поведения на озере. Кстати, для этого спасатели, спасибо, еще отправятся в детские лагеря, чтобы учить плавать воспитанников там. А за буйки пытались не заплывать Никита Шишков и Николай Попов. Ставропольское телевидение. Редактор субтитров А.Семкин